Лекторий миф представляет Олег Телемский. Лекция «Старшие арканы. Как отражение двойственной природы архетипов». Здравствуйте. Надеюсь, меня видно и слышно. Приветствую всех. И сегодня у нас действительно очень непростая тема. Наверное, она непростая не потому, что она очень сложная, а потому, что она очень объёмная. И как уложиться в то достаточно небольшое время все 22 аркана в их многомерности, в их глобальности, я, честно говоря, не очень представляю, потому что у меня вообще на курсе обычно на каждый аркан осмысление, проработку, вхождение, медитацию необходим где-то час. Но мы попробуем, мы попробуем, мы сделаем эту пробежку. И я думаю, что, ну, по крайней мере, самое важное, ключевое я смогу вам передать. Но вначале я хотел бы сделать достаточно такое большое 15-минутное отступление, потому что для того, чтобы понять природу старших арканов, нам нужно очень хорошо представлять контекст юнгианской психологии, а конкретно, конкретно юнговскую теорию архетипов. Да, вот если те, кто был на первой лекции, помнят, что мы говорили о том, что если младшие арканы – это конкретные ситуации, и они читаются достаточно просто, легко, да, сами названия младших арканов говорят о том, что они предсказывают, что с старшими арканами все далеко не так просто, да, потому что это архетипы. Но мы не могли особенно развернуть эту тему, да, потому что времени не было. И вот сейчас, перед тем, как непосредственно подходить к старшим арканам, я хотел бы поняли, немножечко поговорить об архетипах, о аналитической психологии Карла Густава Юнга. К слову, я написал несколько книг, посвященных различным понятиям, идеям Карла Густава Юнга. Сегодня мы будем говорить об архетипе. Итак, я, наверное, нужно начать с того, какую роль Юнг сыграл в глубинной психологии, в истории западной психологии. Но все мы, наверное, слышали такие понятия, термины, как экстраверсия, интроверсия, комплексы, да. Вот Юнг, как коллега, как близкий коллега Фрейда, сперва друг, напарник, затем они, их пути разошлись, а разошлись прежде всего потому, что для Карла Густава Юнга была психология Фрейда, его сведение человека в чисто биологической структуре была слишком узкой, слишком ограниченной. Юнг понимал, что человек – это нечто гораздо большее, чем это представляет материалистическая психология, чем это представляет собой рационалистическая философия эпохи просвещения, чем это представляет себе догматическая религия, которая полагает между человеком и богом некую трансцендентную бездну, да. Что человек, на самом деле, неизмеримо больше, да, что человек неизмеримо больше, что жизнь человека – это мистерия, это тайна, и что в нашей душе, в нашей внутренней бесконечности, в наших глубинах существуют вечные идеи, вечные образы, вечные боги, вечные силы, вот, которые и сам Юнг определял, как архетипические образы, да, слово сказать, само понятие архетип, оно вообще непостижимо в полной мере, да, это, скорее, то, каким образом информация в нашем бессознательном структурируется. Вот смотрите, наша психика, она имеет несколько этажей. А есть первый этаж – это точка сознания, точка фокусов, которые мы наблюдаем здесь и сейчас, и то, что мы сейчас осознаем. Поле сознания, вокруг которого кристаллизируется… Продолжение следует...